Добрый вечер, добрый вечер. Мы продолжаем нашу любимую книгу «Ворота Чува». У нас восьмая глава абзаца 6-го. Сколько успеем? Успеем 6-й, 7-й, хорошо? Успеем 8-й? Еще лучше. Так, значит, с вашего позволения давайте начнем. Нет, не начнем. У меня, как всегда, провокационные вопросы. Что нужно сделать сегодня, чтобы увидеть, как продвигаются шаги избавления. Всего мира, в общем. Это общий вопрос, и ответ на него общий. Может быть, у нас сегодня будет еще что-то и часто. Конкретно. Мы посмотрим. Итак, что сегодня нужно сделать, чтобы узнать, как продвигается то избавление, о котором у нас говорили пророки? Ну, наверное, люди начали думать. Начали включать голову. Не просто так. Я уточню свой вопрос. Что нужно сделать, чтобы увидеть то, что уже происходит, безотносительно того, что мы или я делаем. Как мне узнать, вот продвинулся или не продвинулся исправление, насколько оно продвинулось. По каким признакам я могу узнать, по каким параметрам я могу узнать, что-то произошло, не произошло и так далее. По мыслям? По мыслям? По направлению мыслей? По собственным? Натан, мы говорим об общем избавлении? То есть мы говорим про геула? Ну, вообще-то наше частное избавление, оно подразумевает общее в обязательном порядке. Так что здесь в данном случае нет разницы. Я думаю, мысль стала шире. В любом случае. Мысль безусловно стала шире. И стали задавать больше вопросов. Конечно. Ну, я просто, я, видимо, не до конца понял, потому что я попытался свой вопрос немножко в другое русло. Натан, можно я скажу, как я думаю, как я вижу? Хорошо. Мне кажется, больше жизненности. То есть, ну, как бы добавление жизненности, вот ощущение какого-то свежего потока, мне кажется. То есть если реально, это уже идет как ответ. То есть на какие-то усилия, которые совершаются снизу. Открывается что-то, и какой-то свет или какая-то энергия начинает течь более свободно. Все ответы правильные. Но из двух ответов вместе я делаю вывод, что вопрос был задан некорректно. Поэтому я отвечу на него то, что я думаю. А можно я еще скажу, пока вы не ответили? Да. Добрый вечер. Я думаю, что если человек, сравнивая себя с сегодняшним, с собой вчерашним, видит в себе очень много еще проблем, это значит, что он стал на пути исправления. Потому что у него не все хорошо, так как было вчера. Тоже правильно. Итак, а теперь на основе трех правильных ответов я делаю абсолютно верный вывод, что мой вопрос был задан некорректно. По крайней мере, я не смог выразить то, что я хотел. Я имел в виду, что чтобы узнать, как продвигается общемировое сбавление, нужно включить израильские новости. Это верно, в общем-то, на последние 50 лет, безусловно. Это первая была мысль, которая мне пришла в голову. Это общий верный ответ. И, может быть, с тем, что сейчас происходит, есть горячие сторонники и сильные противники. Ну, может быть, вот тоже это связано. Но это... Нехамова, вы хотели что-то сказать? Я хотела, да, но у меня отрубилось, тем временем телефон снова врубился. Так, по-моему, без меня уже тоже сказали. Как у пророков говорят, когда вы там деревья, горы Израиля, ветви свои растяните и так далее. Это уже давно исполнилось. На сегодня израильская буренка, она мировая, мировой лидер по количеству молока и так далее. Вы на сегодня, вы уж меня простите, я этим уже хвастался. Это самое, как это, картошку и перцы в Россию продаем. Или хоть какие-то големиде, они говорят. То есть нет у тебя больше явного знака. Но это уже было. Это уже было. Это знак. А я имею в виду, как мы видим продвижение. Вот что вот по сравнению с вчера, с завтра. Израильские новости. Понятно, что, видимо, служат где-то раз в год или там раз в полгода, чтобы иметь перспективу. Но, окей, значит, разминку закончили. Теперь к тексту. Выключите мне звук, а то что-то у меня у самой не получается. Я бы, грубо говоря, сказала бы, нарушивается сам того, не подразумевая. Так, давайте попробуем механик. А, у вас нет звука, все, выключили его. Отлично. Итак, значит, когда... Ну, нарушивается сам того, не зная, правильно? Шувуется, это что значит? Ну, принимает шуву, сам того не зная даже. Шувуется, все, я понял. Да. Отлично. Ну, так происходит с людьми. Ну, вот так. Все. Очень здорово. Все ответы правильные верны к тексту. У нас, как это, как всегда, времени мало, работы много, поэтому сперва нужно побренчать на гитаре, потом посмотреть телевизор. Натан, опять совершенно неисправленный почему-то текст. Я же его сегодня исправила, и он должен быть уже у нас. А, я тогда, подождите меня минутку, я его исправлю. Ладно, или не тратите уже на это время, и я потом все равно поставлю. Я просто, что это от отрывок из прошлого текста, взял просто его из прошлого урока, какой он был. Я не смотрел, потому что должно было, потому что вроде бы приготовили к прошлому уроку, и я подумал, что это уже в порядке. А, я прошу прощения, я его просто вообще не готовила к прошлому. Значит, я тоже прошу прощения. Тебе это... Так, у нас гости. Милости просим. Ну, хорошо. Сказали мне правду, что это там может нарушать какие-то там конвенции про детей, нельзя их там на Facebook ставить. Ну, ладно, пока мы будем нарушать конвенции, я там посмотрю. Значит так. Когда праведники... У нас шестой абзац. Когда праведники делают шиву, освещают они светом святости все пути затуманенные и ущербные, что находят в своих душах, и те советы, что они обновляют для себя, чтобы подняться от падения и отчаяния, которые в их сердце, к ясному свету святости и высшей прямоты, эти самые советы становятся великими светочами, чтобы осветить весь мир. И каждый, кто чувствует в себе глубину утешения от швы и беспокойства, заботу, тревогу, озабоченность мыслями об исправлении своих недостатков, так же, как тот, кому исправление уже удалось, так тот, кому пока не удалось, и он оповает на милосердие, может причислять себя к праведникам в отношении этого, мыслями о человеке которых обновляется мир. Давайте я попробую, вместо того, чтобы сейчас объяснить, как я понимаю этот текст, это в двух словах очень коротко. Первое, начало текста говорит о том, что исправление праведников, продвижение праведников вперед, оно очищает и продвигает и освещает весь мир. Это, в общем-то, классика. Праведники, исправляя свои собственные грехи, исправляя свои собственные дороги и пути, они еще более того влияют и исправляют на весь мир. Влияют на весь мир и исправляют весь мир. Это первая половина. А вторая половина, она для нас гораздо-гораздо важнее. Что каждый, который не праведник, а простой обычный человек, как я, ты, как мы с вами, но этот простой человек, он занят шивой. Он делает свою личную шиву. Нет шиву правильнее, а свои. Маленькую, личную. И не только тот, который уже сделал шиву и чего-то у себя исправил, а также и тот, который пока еще ковыряется, но ничего конкретного не доковырял. Он еще пытается исправлять, но еще конкретно ничего не исправит. И те, и другие. Они работают по-маленькому, как те самые. В них есть какой-то отблеск, что-то от тех великих праведников, которые исправляют себя и справляют мир. Мы, простые люди, тоже. Ну, понятно, что меньше. Но, тем не менее, тоже это работает. И каждый, кто чувствует в себе глубину, утешение от шивы, беспокойство, заботу, тревогу, озабоченность, мыслями об исправлении своих недостатков. Как тот, кому исправление уже удалось, так и тот, кому пока не удалось, и он уповает на милосердие, может причислять к себя праведником в отношении этого. В отношении чего? Как праведники своими мыслями от шивей своей от шивой исправляют мир, так же и я маленький. Как праведник? Вот в этом, в этом аспекте. С этой точки зрения мое исправление каким-то мистическим, общим образом не исправляет только меня, но так же исправляет весь мир. Как-то приближает нашего Избавителя. Мыслями от шивей которых обновляется мир. То есть любой простой человек может себя в этом причислить к праведникам. Мыслями от шивей которых обновляется мир. То есть эти мысли у праведников настолько мощные, что их достаточно для обновления мира. Наших мыслей недостаточно, но они имеют похожие свойства, подобные объекты. Мы поменьше, но имеем подобные свойства. И вот допустим, отсюда я говорил уже много раз на уроках, что когда он говорит про праведниках, или там про себя, или там про великих праведников, и так далее, казалось бы, а какое нам дело? Мы здесь, они там. И разница между нами, она большая. А здесь я вижу четкий намек, как-то, вы говорите, говорится, Биньян, из одного места я учу на все остальные, что здесь мы видим, что праведники, они не на какой-то там другой сфере и планете. Я в чем-то могу быть похожим на них. Понятно, что есть между ними разница, но мы можем быть подобными каких-то проявлениями. В данном случае, в том, что Чува личная исправляет общий мир, является солнцем, светилом, проводником божественного света для всего мира. Понятно, что больше и лучше и мощнее это проявляется через праведников, но также проявляется и через Всех. это то, как я понимаю. Наш отрывок. Я бросил текст в чат. А теперь, если кто-то хочет что-то добавить по поводу сказанного. Ну, у тебя есть что сказать? Одного монета. и у него кого-то тоже нету? Мне показалось, что Ниндакама что-то хотела сказать, но у нее проблема, она не может по-моему включить звук. Да? Может быть. Вы можете ей помочь. А может мне показалось? Нет, допустим, 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 да. А чем мы можем помочь Нюхами, если, допустим, она не может включить звук? А вы можете включить чего от этого главного начальника? Я понял. поздно вернулась, и у меня какая-то... Нюхама, вас слышно очень плохо. Звук... Я через телефон от тебя... Ну, я очень сожалею, что меня плохо слышно, но я ничего не хотела сказать, слава Богу. Мы это уже видели в каком-то другом отрывке, похожие вещи, правда? Раф иногда не повторяется, Раф иногда говорит какие-то идеи с разных сторон, чуть-чуть освещаясь. Да, с разных сторон, но тут есть как бы некий уникальный новый аспект, мне кажется, который не был раньше, что и мысль от Шуве, даже когда реально не сделана она, она тоже может исправить мир, это вообще очень далеко идущие как бы нельзя из этого делать далеко идущие выводы. Я все время добрыми намерениями, ведь мы знаем, что куда, и в этом есть. Я хотел как лучше, а вышло как всегда, в общем. Он, может быть, хочет немного как бы эту вот мысль нашу, потому что всегда иудаизм делал ударение на дела, а не на мысли. и очень в небольших только небольшой круг ситуации, когда мысль влияет точно так, как и дело. Но вот он, может быть, хочет сделать здесь упор еще и на мысль. Извините, я сейчас открою. Давайте попробую расширить эту идею действительно по поводу делаемости. что влияет действительно больше, что правильнее, дела или мысли. И вообще вот эта идея иудаизма, что мысли влияют и изменяют мир, она какая-то такая очень такая мистическая идея, такая очень нематериальная и непонятная. Нужно как-то приближать к нам. Давайте попробуем понять, что значит, что мысли они исправляют мир. Давайте это перефразирую так. Идея исправляют мир. Есть исправление мира, давайте, если сделать очень грубо, оно есть исправление мира сейчас и исправление мира завтра. То есть что я имею ввиду. Исправление мира сейчас делать сейчас вот какое-то действие, которое сделает мир немножко лучше. Это один аспект. Есть другой аспект сделать что-то, чтобы мир за наше столетие, тысячелетие и так далее стал лучше. Это совсем другой аспект. И для вот этих двух аспектов есть совершенно разный инструмент. Для исправления мира сейчас это действительно действие. Это действие. и это им параллельны заповеди, которые понятны разумом. Уважать родителей, давать милостыню бедным и так далее. Эти миры справляются сейчас. А когда у меня общий мировой план по исправлению мира на нашу пятилетку, пятидесятилетку и пять тысячелетку, то одними действиями уже не обойтись. Совсем. Более того, как мы уже обращаем на это внимание, благими намерениями дорога в ад вымощена, здесь может быть прошу прощения, здесь может быть именно наоборот. Как это? Простите меня. Толпа полезных идиотов, каждые делают какие-то хорошие дела, а все вместе они толкают мир в пропасть. Запросто и мы это встречали. То есть нет уверенности в общем, что сумма маленьких хороших дел каждого человека в общем-то толкнет весь мир в лучшую сторону. А для этого, для того, чтобы, да, это произошло, у нас есть другой инструмент. Это не дела, это идеи. Идея свободы, идея... это идея. Это идея. Это уже не дела. Так вот, соответственно, идеи практически не работают на здесь и сейчас, но они сильно и хорошо работают на протяжении времени, истории. А и наоборот, на дела хорошо работают здесь и сейчас и плохо работают на протяжении истории. На протяжении истории, то, что двигает цивилизациями, скажем так, это изменение идей, это эволюция идей, это цивилизации, которые становятся и разрушаются, они как бы, каждый из них, у него есть какие-то идеи, это своя культура. И это то, что мы видим, когда мы смотрим уже на исторический процесс. Так я, по крайней мере, для себя рисую первое приближение того, что мысли исправляют мир. То есть, здесь понятно, что у Рава также какой-то мистический контекст. Сами хорошие мысли праведников, они исправляют мир действительно реальный. Но я как бы ищу и искал более материальный, более четкий контекст, чтобы был нам понятен, и мне кажется, он тоже правильный. и здесь мы как бы видим, что действительно мысли, они даже гораздо больше и сильнее двигают мысли вперед. А тем более мысли, какие-то осознания каких-то вещей праведниками, они тоже безусловно двигают мысли вперед, потому что видимо, они все-таки праведники, видимо, в нашем еще... Нам было бы проще сказать, чтобы мы поняли это, видимо, скажем так, в переводе на наш язык, это будут великие люди, сильные люди, мыслители, философы и так далее. Они вроде бы ничего не делают, сидят в кабинете и книжки пишут, но они именно влияют на... Допустим, Маркс. Можно там спорить, революция, она... Это хорошо или плохо? Но Саха Коль, он сам с пистолетом никуда не бегал и правительство не сбрасывало. Он сидел себе в кабинете и развивал какую-то теорию. Хорошую или плохую? Думал. Мысли. И в конце концов, эти мысли повлияли и влияют до сих пор на мир гораздо сильнее, чем какие-то действия какого-то там человека. соответственно от... как это... Разделяя от будничного и святого, также мысли праведников они влияют еще сильнее на этот мир. Так я это вижу. Нехама, как вам ответ, скажем так, на ваше возражение? Это не было возражение на самом деле. потому что у нас скажем так, главная область, где мысли влияют, чисто в галактическом смысле, в Талмуд, если возьмете, в принципе есть общий вопрос такой, сравнивать ли слова или мысли к делам. Это общий вопрос, и во многих галактических ситуациях он возникает. Но главная область, где действительно мысли есть первоначальное, оно имеет такое значение, как и действие, чуть ли не больше, это в храме. Если человек, коин, священник, который идет приносить жертву, подумает о ней, что она что-нибудь не то, что он вообще-то собирается ее съесть на день позже, чем сделал никошенник. То есть он ничего не сделал, кроме того, чтобы подумать. Это пример просто. Возможно, именно в области святости, то есть этот храм это как раз место святости, и в области святости правильные или неправильные мысли, они действительно могут или поднять, или сбросить очень сильно. То есть это понятно, что мысли, идея, они влияют на мир, в этом нет никакого сомнения. но они наверно влияют другим путем, чем дела. безусловно другим, но не менее сильным, а иногда более сильным. Да, но скажем, возьмем это Шабтай Цви, да, он тоже очень большое сделал это самое, и в конечном итоге очень трудно вообще всегда определить размеры влияния, его начало, конец, как повлияло, куда повлияло, что к добру, что не к добру, там много разных аспектов есть, или скажем, Лиша Бенабуи, да, там очень интересно с ним несколько поколений после его смерти там идет борьба, как бы, видимо, за то, чтобы принять его Тору или не принять, там происходят разные мистические события на этого могилы, неважно какие, которые в конечном итоге доказывают, что он как бы в консенсусе, согласились смотреть, что он раскаялся под конец жизни, и поэтому, в общем, его даже в Торуке, а вот просто приведены от его имени всякие там идеи, да, а в Талмуде там они тоже приводятся, ну, скажем, под именем Ахиры, от Раби Бейра. То есть вообще мы им дорожим даже тех людей, которые вроде бы они дела их очень нехороши были в конечном итоге, да? Что-то меня далеко занесло, вот это. Алло? Да, да, да. Ну, то есть иудеизов вообще он не так легко отказывается от идей, в принципе, насколько я понимаю, даже если они сомнительны. Скажем, вот написано, что Бен-Сиру мы не читаем, ни в коем случае запрещено даже приближаться. А в Талмуде полно цитатов Бен-Сиру и так далее. То есть на самом деле я Нихаму извиняюсь, я прерву вас. Тут я себя хочу сказать, что сила намерения, как ни странно, очень велика. Вроде мы мистическая составляющая, да? Вот, но сила намерения, сила творения мира вокруг себя, каким ты его увидишь, таким он и будет. То есть это очень велико. Как ты хочешь его увидеть, как ты хочешь его создать, но это, я думаю, больше, конечно, к пророкам относится. Как они его увидели, так они его проецируют на общественность. Они имеют эту силу. Вот от этого, мне кажется, никуда не деться. То есть как они его увидели, таким он и будет. И в силу того, что пророки люди чистые, в силу этого и мир будет чистым, и мир будет гармоничным, чистым, я не знаю уж, какие слова подобрать. Именно поэтому, как праведники, как пророки, как они его увидят, у них есть сила создать наш мир. именно таким он и будет. Спасибо. Вы на самом-то деле немножко пред... У нас как раз про гармоничный мир наш следующий отрывок. Вы предвестили немножко то, что у нас будет сейчас. Так что давайте... Только больше не говорите, что я вас отняла. будущий урок. Я ничего не отнимаю. Это не мое. Если я скажу... Можно? Если я такое говорю, это обычно комплимент. Да, Ширен? Да, я просто очень так хочу отнестись к тому, что сказала... К тому, что сказала Виктория, мне очень понравилось, потому что на самом же деле это можно отнести даже к самому Раву Куку. Эти слова, что это человек, который своими идеями и своим, как это сказать по-русски, хазон, каким-то предвидением он в каком-то смысле сотворил реальность. Да. Ну, вот так вот. Спасибо. Очень хорошо. Очень здорово. Мне кажется, чем больше энергетическая составляющая, чем больше у человека чувства общности, тем больше у него влияние, тем больше с ним ашен, тем больше его идея будет транслирована на общественность, тем больше она будет реализована. Есть у меня такое подозрение. У меня интересные мысли, у меня было что-то интересное. Ладно, я про свои мысли помолчу пока, но мне понравилось что-то. Перейдем, с вашего позволения, к следующему отрывку. Итак, седьмой абзац, глава восьмая, фронт и чудо. Мир полн гармонии. Если вы знакомы с таким миром, то познакомьте меня, хорошо? Объединяющее соответствие, распространяющееся на все пути и закулки мироздания, внутреннее этическое чувство и его настойчивая требовательность проистекают и приходят из отголоска объединенного хора всех частей реальности, взаимопроникающих друг в друга. И душа полна ими всеми и объединяя во всех них и вне они едины. Всякое основе здесь. Я попробую пояснить, что я из этого понимаю. Мир, он не только гармония, но он еще такая интересная вещь, где все зависит от всего и все отражается во всем. Это немножко такая голограмма, когда часть целого отражает и содержит в себе целое. Принципиальная часть мира это человек, это душа человека. Мы говорим, что человек, он и является концентрацией мира. душа это специальная такая часть целого, которая очень сильно в себе объединяет, проецирует через себя все целое в общем. И душа полна ими всеми и объединена во всех них и вне они едины. То есть душа она из части реальности она их как бы вне они отражены и вне они объединяются. Душа сама по себе тоже часть. Мне кажется здесь похоже немножко на голограмму, когда часть она является подобием всего. Окей, это хорошая теория. А что нам с нее реально? давайте продолжим. Всякое ущемление морали в мысли и в действиях в качествах и в характере приводит к многочисленным разломам, что причиняет много страданий на всех уровнях души. Основы же этих духовных мук сила сотрясающая от удаления света жизни, животворящей энергии, наполняющей все мироздание из свето проводящих каналов согрешившей души. Итак, от греха душа немножко надламывается и свет, который проходит через нее, чтобы освещать мир, он надламывается тоже. Основы же этих духовных мук сила сотрясающая от удаления света жизнь, животворящей энергии, наполняющей все мироздание из свето проводящих каналов согрешившей души. всякое ущемление морали приводит к многочисленным разломам души, что причиняет много страданий на всех уровнях души. Не все это ощущают. И чем чище душа, тем сильнее она ощущает это болезненное содрогание. Пока не успокоит эту боль в потоке жизни дшувы, бьющем из высшего источника. Дшувы, исцеляющие все разрывы и источающие росу жизни, текущие беспрепятственно по всем каналам мироздания, один к одному приблизиться частям души, вернувшиеся к высшему возрождению, к великому милосердии и вечной радости. Немножко это похоже, видимо, на совесть. Чем человек более утонченный, чем человек более высокий, тем он более чувствителен к своим грехам, к прегрешениям, к несоответствию чего-то, общей гармонии мира, несоответствии чего-то, к тому, как мир должен быть. Я бы сказала, чем человек более выстраданный. Выстраданный? Это, видимо, связано с тем человек более утонченный, тем он более чувствует. чувствует. Здесь, мне кажется, важно уточнить, иногда бывает, что именно такой нежный, чувствительный человек будет страдать более, чем нужно из-за своего или чужого прегрешения несоответствия. Здесь вот именно нам нужна чума, чтобы понять, что есть прощение, есть искупление, есть исправление. Да, за ошибки нужно переживать, это плохо, но ошибки можно исправить. Это очень важно, потому что, допустим, если оставить эти понятия в рамках совести, совесть может продолжать мучить человека дальше и дальше и дальше, несмотря на то, что вроде бы человек уже все, что от него требовалось исправил, сделать живую и так далее. Здесь именно важно, совесть это хорошо, но иногда, как любая другая вещь, она может быть слишком это плохо. и чем чище душа, тем сильнее она ощущает это болезненное содрогание, пока не успокоит эту боль в потоке жизни тшувы, вьющем из высшего источника. Соответственно, тшува это не обязательно вещь, которая обязана быть, что я обязан ее воспринимать и понимать. Если я не понимаю, то, видимо, она тоже работает. Человек любой может измениться безотносительно того, он знает, что есть такая штука, тшувая или не знает. Но понятно, что знание делает человека гораздо более четким, ему гораздо проще. В многих вещах знание не важно. С осознанием или без знания человек может чего-то делать или не делать. Но знание обычно сильно помогает. Осознание в нашем случае. Оно сильно помогает. Когда человек осознает, что происходит, какие-нибудь инструменты, чем он пользуется, это не обязательно осознание. Хорошее дело. Ты осознаешь или не осознаешь. Дал милость. Это хорошо. Позволю себе вставить боль пережитого. позволит позволит нам осознать силу пережитого. Именно вот эта боль даст нам след, даст нам силу воздействия на мир. Боль это часть чувства, безусловно. Это также то, чего мы часто убегаем от швы, потому что мы не любим боли. Эднахама? А я не согласна. Ничего хорошего в боли нет. Ее надо как-то пережить, приходится, но я не думаю, что она позитивная. Ничего хорошего в боли нет. Именно поэтому мы бегаем от швы, что мы не любим боль. Мы не любим горьких лекарств и так далее. И поэтому раз... А я не думаю, что это должно быть больно. Наоборот, почему? Потому что раскаяние о собственных гадостях, которые я сделал, должно быть больно. И Рава писал не в одном месте в протяжении нашей книги, где он говорит, что чува это связано с болью. Он говорит, по-моему, мы это учили уже с вами, он говорит, что первый этап чувы это мы рвем по-живому буквально по мясу. Там какие-то участки злые, плохие участки. Да, да, точно, да. И вообще я просто хочу напомнить, что та глава, которую мы сейчас изучаем, так и называется страдание чувы и боль чувы. Я не помню точно по словам, но смысл именно такой. То есть мы находимся как раз в середине этой главы, которая говорит о страдании и о боли, связанных с шугой. Теперь, мы далеки от апологетики боли, страдания. Ой, чем больше страдания, чем лучше, хорошо пострадать. Нет. Но как это? Все в порядке, все хорошо. Нужно платить. Нужно платить по счетам и это неприятно и больно. Разбил стакан, порезался. Как бы собирать осколки, подметать, убирать за собой, за своими гадостями. Это стыдно, да? У кого-то извиниться, сказать там. И это все правильно, то есть цену приходится платить так или иначе. Наоборот, то, что я вижу равно протяжении книги, говорит нам окей, да, это больно, по крайней мере в первом этапе, но смотри, эта боль несет в себе очень много как-то реваха, очень много полезного и положительного и в самой этой боли у нас есть также умиротворение какое-то. Он очень как-то мамтик, он очень подслащает эту боль. По крайней мере, вот очень сильно пытается, у меня такое ощущение от наших них. Есть какие-то вещи, которые неразрывно связаны с болью. Опять-таки, без апологетики боли, мы не хотим грешить. И тогда все будет хорошо, но мы, к сожалению, иногда грешим. И вот путь возвращения, он часто, он связан частично с болью. Это по отношению к шувы. По отношению к нежным душам, они гораздо сильнее и глубже часто очень переживают свои внутренние переживания и так далее. допустим, писатели знаменитые, не знаменитые, а настоящие, глубокие, серьезные, у них гораздо сильнее переживают. Понятно? и радостные эмоции и обязательные. Итак, и чем чище душа, тем сильнее он ощущает это болезненное содрогание. Болезненное содрогание мы сказали от чего? От того, что, с чего все началось? Ущемление морали. Мы сказали, что мир полон гармонии, и все влияет на все и все отражается во всем и все содержит все. Каждая часть относится и содержит все общее. И очень сильно это отражается именно на душе. Душа это, вот именно свойства всего во всем в душе проявляется гораздо сильнее, потому что душа это сильный представитель мира, концентрация мира, человека как бы в нем есть и составляющая допустим и живого мира, и растительного мира, и недоухотворенной материи. Человек представляет как бы собой все творение. И через него как бы это переломление происходит сильнее. То же самое с душой. всякое приходит через душу к людям и ко всему людям. Хорошо. Если кто-то хочет еще что-то добавить, скажите. Если нет, у нас есть коротенький поясной абзац, который я понял сегодня немножко по-другому, чем раньше, давайте попробуем смотреть, это правильно или нет. Да, пожалуйста. Кто-то хочет что-то еще добавить, или мы пойдем дальше? Я буквально короткую реплику, если можно дополню. Вот первое предложение, которое мир полон гармонии, как-то вызывает какой-то конфликт, потому что когда даже вспомнить о том, что первое согрешение человека, оно повлекло за собой проклятие земли, то это говорит о том, что, видимо, есть взаимодействие между человеком и миром, и когда падает один, падает и другой, и в этом гармония как раз и проявляется в том единстве каком-то. И, видимо, и мир влияет на человека, и человек своим поведением также, это какой-то такой круг оборот, и, видимо, гармония не в позитивном смысле озвучивается, а гармония в том, в том, что каков мир, такие и люди, либо какие люди, таков и мир. И вот когда человек праведник, он чувствует то, что он не от этого мира, то есть он как-то протестует этому, он склоняется больше к добру, не к тому злу, который в этом мире, это как раз и вызывает в нем внутренний протест и желание что-то исправить. То есть мир весь себе находится в гармонии в таком, ну, убивают, чего не случится. А у праведника это вызывает уже желание, чтобы этого не было. и вот не совсем понятно, как этот шува может повлиять на это, потому что если бы он озвучивал этому миру, как-то желал исправления, говорил о том, что вот, я протестую, это было бы, это было бы понятно, основание для исправления мира, а так мне это не совсем понятно. Вопрос очень хороший. Мир полон в гармонии это действительно вызывает как-то так, ерзаня на стуле, скажем так. Это не до конца понятная, вообще не до конца понятная идея. Я ее, не знаю, я ее практически, кроме как у Рава, нигде больше не встречал, по крайней мере в наших источниках, но я не уверен, что нет. Я это понимаю таким образом. Это гармония, то есть, давайте попытаемся двумя путями понять эту мировую гармонию. Первый это потенциал. Это будущее, которое отсвечивает на нас на сегодня. Мир он потенциально, как он задуман, куда он гармоничен, или допустим возьмем физическим методом. Все величины, они соответствуют одно другое, чтобы материя вообще могла существовать. Мы смотрим, как бы, законы, они очень красивые, они гармоничны. Живая природа там тоже и симметрия. Вообще, действительно красота и гармония. Дикий зверь, он просто красив. но мне больше нравится идея, что будущее отсвечивает на настоящее, то есть, когда мир разовьет свой потенциал, это гармония. Похожий взгляд, можно сказать, немножко по-другому. Давайте посмотрим на мир действительно в очень общем, возьмем историю от начала до конца, весь, всю галактику, всю вселенную, и мы увидим, что действительно практически при любом масштабе мы видим гармонию. Если не трогать время, а смотреть на всем протяжении времени, а не на каком-то коротком отрывке, то увидим гармонию. Чем мы возьмем более маленький отрывочек пространство или времени, или мысли и так далее, тем больше у нас будет дисгармония. Мне вот так кажется, но вопрос очень действительно хороший. Что такое мир полной гармонии? Я с этого тоже начал. Кто найдет такой мир, пусть мне это самое в студию, пожалуйста. Я бы добавить, что гармонию нельзя навязать. Ее нельзя насильственно привить. гармония это внутреннее мироощущение, это внутренняя тяга к всеобщему счастью, что ли, ну у меня такое слово, я все время счастье использую, извиняюсь, к всеобщему поглощению божественного света. Здесь нет борьбы, никакой. Я бы так отметила, что борьбы здесь нет. Здесь нет агрессии, здесь нет противоборства, здесь есть жажда поглощения. Мы ищем такой мир, мы его не находим. Мы ищем Но в мире же есть агрессия. Да, ищем, но борьбы здесь нет. Мир полон гармонии. А где? Где этот мир? Полон борьбы. Может быть, он на другой планете? Может быть, мне как раз очень понравилось, как Вадим сказал, по-моему, он как раз прекрасно объяснил, мне очень понравилось, что гармония и соответствие в том и состоит, что человек своим поведением действует на весь мир. И, ну, как бы, если я пою какую-то песню, и вдруг начинаю петь на тон ниже, или там на два тона ниже, то все мироздание тоже перестраивается, и гармония восстанавливается на другом уровне. То есть, это будет более низкий уровень, но при этом все будет соответствовать всему. То есть, вот в таком вот плане гармония. Если я правильно поняла. Если мы опустимся на более низкий уровень, то мы и сами опустимся. Я и говорю, что человек опустил мир, но гармония от этого не исчезла. Человек своим грехопадением опустил весь мир, но гармония от этого не исчезла, она восстановилась просто на том уровне, на котором он оказался. Красиво, большое спасибо. Красиво. С вашего позволения восьмой абзац. Когда духовное страдание из-за собственного положения в духовной жизни, то есть борщевое, и из-за состояния всего мира в целом очень грехопадем, настолько, что закрываются источники мысли, речи, молитвы, крика, чувства и поэзии, возвышаются скачкообразно. Требуется скачок на более высокий уровень, чтобы открывать свет и полный жизни из источника молчания. Будет засух озером и жажда источниками года. Я несколько раз проходил этот отрывок, и сейчас у меня появилась новая идея по этому поводу. Итак, в предыдущем отрывке мы говорили про гармонию мира, а сейчас мы говорим про боль и страдания из-за состояния мира и состояния меня. Это не важно, это параллельные вещи. Я могу страдать из-за того, что я не соответствую этому, чего я могу не соответствовать. Я могу очень сильно, как праведник, страдать из-за того, что мир полон нехороших вещей. И это страдание оно может и это страдание оно может немножко заморозить. Оно может отключить совсем возможность мысли, речи и молитвы и даже крика, чувства всего. И когда я вот так уж с таким текстом в первые разы, я на самом деле испугался. Я на самом деле испугался, потому что это как бы сильно пугает такое вот описание описание такого вот состояния, когда человек вообще не знаю как это перевести в очень сильной депрессии, что даже ничего же не чувствует, не может не думать, молиться не может, кричать уже даже не может, ничего не может. Сейчас я здесь вижу, что Раф нам пытается здесь показать, что в этой ситуации тоже есть интересный очень потенциал, который в обычное время нет. Это мне напомнило урок Рафа Шарки по поводу законов траура. Сказано, что когда приходят ну не хума вилем, как это будет по-русски, к человеку, который в трауре приходит его утешать, да, то молчат. Мне начинают разговаривать, пока тот, к кому мы пришли не начал разговаривать сам, не открыл разговор, не намекнул, что уже можно что-то сказать. Как у нас сказано, человек, который в трауре, его не очищают. не очищают. вот так в шоке еще можно сказать совсем, да, когда еще до похорона или сразу после, вот, его не очищают. почему? потому что он не услышит. а почему это так? почему это так сделано? потому что есть какой-то уровень, который вылимолчания, который выше того, что можно передать действиями, словами, мыслями, криками, молитвами, всем, всем, всем. Есть уровень молчания. Рапширки сказал, что в этот момент почему ты не можешь ничего сказать человеку, потому что он в этот момент, он с Богом один на один. не лезть сюда. И там нет места для слов, там есть место для молчания. Умолчание есть потенциал перепрыгнуть на какой-то новый уровень, понять что-то, действительно выскочить из какого-то состояния. Как это? Не нужно это грабить у людей. Это важно, вот эта вот пустота, это вот, да, вот, мы вот сейчас сказали, нахамы, мы, действительно, мы, мы не любим боли, мы от нее бежим, убегаем, но, и никто из нас не хочет, и ваш покорный слуга тоже быть в трауре, не дай бог, по близким и так далее, да, но, это вот, как бы, потрясение, что тут, пустота в душе, она, она несет в себе, как бы, какой-то заряд, который действительно выше всего того, что мы можем выразить действием, словом, мыслью, криком, молитвой, и так далее. И поэтому здесь вот, как это, нелатмафтех, ключевое слово, это молчание. Требуется скачок, чтобы открывать свет и полную жизнь из источника молчания. Мы сейчас пьем из источника молчания. Ну и чтобы до туда дойти, нужно действительно, дорога, она сложная, нужно действительно, так сказать, душа, она в шоковом состоянии. Она действительно сейчас не может думать, если могла бы думать, думала бы. Естественно, не добралась бы до этого уровня, и так далее. Не могла бы думать, могла бы только говорить, болтала бы. Чувствовала бы. Вот когда все замолкает, какой-то новый вот уровень молчания открывается, и он, это качественный уровень, неколичественный. И он нужен. Я вот так. прочитал сегодня наш отрывок, и теперь я хочу послушать, как вам кажется. Давайте еще раз прочитаем. Когда духовное страдание за собственное положение в духовной жизни, то есть больше вы, и за состояние всего мира, в целом, очень велико, настолько, что закрываются источники мысли, речи и молитвы, и крика, чувства и песни, то нужно возвышаться скачкообразно. Требуется скачок на более высокий уровень, прыжком, делуг, чтобы открывать свет и полная жизнь из источника молчания. И будет засуха озером и жажда источниками воды. Пожалуйста. Если вот привести к примеру, например, с исходом народа из Египта, да, там был Моше, который страдал от того, что его народ страдает, да, то есть его можно поставить на место этого праведника, который страдает Амире. Амир настолько соединился, вернее, его народ, настолько соединился с Египтом, что даже не было никаких мыслей о том, что они уже народ, о том, что они избраны, о том, что они заслуживают не на рабский труд, а на счастье, на свободу и на все такое остальное. Получается, исходя из этого, если взять такой пример, непонятно, что было таким источником молчания, которое подвинуло Моше на то, чтобы произошел скачок для того, чтобы выскочить из Египта и после этого выйти на новый уровень как осознание себя как народа и на новый моральный уровень принятия закона. То есть, ну, что такое молчание? Это такое впечатление, как будто бы это все ответы кроются во мне, стоит только прислушаться. Но ведь это не так. Я с вами не согласен, но вы меня побудили к мысли по этому поводу. Я не согласен, потому что, когда Моше страдал при выходе из Египта, он не молчал. Он закричал с претензиями к Всевышнему. Давайте назовем это молитвой, давайте назовем это криком. Моше не страдал молча. Он сказал, Всевышний, что ты сделал, зачем ты меня послал, я народ не избавил, они стали страдать, что это такое вообще за дело? Но действительно у того же Моше мы да, встречаем молчание. И мы его встречаем. Это Медраж говорит, если не ошибаюсь, про Раби Акива. когда Моше Рабейну, я уже не помню начало, говорится о том, что Всевышний показал, сказал Моше, что вот в другом поколении есть человек, которому равен себе, тоже через него Бог будет. Он поднялся, секунду, он поднялся, наверх, увидел, что Всевышний сидит и привязывается, переписывается. А, да, 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 ага, да, 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 тупо, да. Чем ты это делаешь? Так, да, значит, все. Михаил мне напомнил, а большое спасибо, сейчас я когда Моше получил Тору от Всевышнего, он поднялся на небо. На небе он увидел Бога, который дорисовывал буквам коронки. Коронки такие, таким, вот, сверху над буквами есть иногда такие волосики такие, иногда одна, две или три короночки, такие украшения. Моше говорится Всевышнему, а это зачем? Он говорит, а, не поймешь, вот там через несколько поколений появится раби Акива, он из этого сможет выводить много законов. А-а-а, ну хорошо. А можно его посмотреть? Можно. Я пропускаю, что там было, как Машир Абенов посмотрел на раби Акива, и что там было, там потому что тоже очень интересный и глубокий рассказ. У нас интересует продолжение. Когда Машир Абенов спросил, а можно посмотреть, как он умрет? Да, конечно, нет проблем. Ему показывают казнь Машир Абенов, раби Акива от римлян, когда его скребут с железными расческами. Машир Абенов Всевышнего с претензиями. Что это такое? Это Тора, это ее за Тора в из-за схара? Это Тора, и это так за нее платят? Всевышний отвечает. Интересный ответ. Молчи. Так поднялась мысль передо мной. Равшарки спрашивает. Я что-то не понял. Если молчи, это ответ, то молчи, точка. Если так я решил, это ответ, то это ответ. Как это идет вместе? Вместе идет так. Чтобы понять идею, мысль, которая поднялась передо мной, нужно замолчать. И это, мне кажется, красотед Медраж, вот как раз в объяснении Равшарки, он очень подходит к нашему абзацу. Есть понимание, которое приходит не на основе действий, мыслей, криков, молитв, разговора, а чтобы чего-то понять, общение происходит на уровне думия, молчание. Чтобы до какого-то уровня достичь, нужно замолчать. То есть, да, то есть, это не, мы не, мы не говорим, что, окей, нужно молчать, нужно думать. очень полезно и правильно думать, говорить, молиться, мысли чувствовать и так далее. Но есть место, есть закуток, где есть понимание, которое без, которое выше, мысли, чувства, крика и так далее. и чтобы вот это вот понять, какой уровень чего-то, нужно замолчать. Это вот молчание, это пустота в душе, это похоже на траур, это вот как раз наш вот мидраж, действительно, тоже связан немножко с трауром, про получение туры, и вот наш отрывок, когда страдания настолько великие, что тоже в душе образуется дырка, пустое место. Траур тоже молчание. Из источника молчания тоже можно как-то пить. Так что, несмотря на то, что я с вами не согласен, в общем-то, мне кажется, вот как раз с Машарабейном вы меня натолкнули именно на идею о том, где у нас да, встречается молчание, именно вот похоже на то, как нам сейчас здесь сразу объяснил. Я сейчас вот, сейчас, когда читаю книгу про цель-динамики, она же основана основана на идеях Маниту, насколько я понимаю, да, то там говорится о том, что у Моше была мысль такая, чтобы вообще забыть об этом народе и произвести от себя другой народ. То, о чем потом Бог предлагает сделать ему на Тересинай после лекции. это действительно на основе лекции Маниту и тем, как взял это из Рава Шерки, но это не имеет значения, по-моему, в данный момент это не имеет значения. Я вот просто к чему вспомнил, я попытаюсь объяснить в том, что получается, что Моше после того, как разочаровался в народе, он уходит вообще из народа и надолго. Это можно назвать возможно этим источником молчания, когда к нему приходит какое-то осознание, то есть какое-то отдаление, да? Интересно. Интересно. Отдаление, отстранение, чтобы как-то может быть интересно. Маниту говорил о том, что у него была идея создать весь народ заново. Он говорит, вот мы видим, что произошло, нет надежды на этот народ вообще. Да, но это от полного разочарования в собственном деле. и он решил пойти снова к источникам, оттуда начинался. Да, да, но Влад, видимо, хочет сказать, что полное разочарование это тоже похоже на вот ту самую дыру в душе вот это вот самый источник действительно молчания, когда полное разочарование это тоже вот чем-то связано с трауром. Человек как бы чем-то очень как-то и ТФ был воодушевлен какой-то идеей, потом он полностью разочаровался, это похоже на траур. И раз здесь мне кажется тоже может быть, может быть, нехорошее, может быть. Я тоже хотел как Нихама сперва сказать стоп, какое отношение имеет к нашему уроку, но может быть нехорошее. очень хорошо. Ты хочешь все выбросить, а Бог тебе говорит, не выкидывай. Он еще поэтому недолго сопротивляется. Ой, ой, Нихама, вы не представляете, это как раз отрывок, который я сейчас учу. Во-первых, у меня случилось то самое, сейчас у меня случилось, я в первый раз нашел отрывок из нашей книги «Урод отшива» в другом месте, потому что известно, что «Урод отшива» это сборник. Вот я первый раз увидел, у нас «Урод оходы ждалят» в «Света святости» в четвертом томе, я вот первый раз увидел, кстати, из нашей восьмой главы, как раз отрывок про правильника, где мы учили, я увидел этот отрывок. А по поводу того, что вы говорите, что мы хотим выбросить, я, давайте я вам напою то, что я сейчас учу, тоже, потому что это оставило на мне впечатление сильное. Граф говорит такую вещь, что когда праведник хочет прилипиться к Богу, он чувствует дискомфорт, страдание какое-то. В чем корень этого? Корень этого в том, что праведник не поднял все искры святости, которые были в его мирских мыслях и делах. И он хочет оторваться от этих будничных мыслей, а в них заключены искры святости. Его душа чувствует, что как она может оторваться от собственного дома, от собственного места, там же святость. Поэтому то, чем занимаются праведники, они постоянно перебирают свои мысли, даже будничные, с тем, чтобы выделить, усилить и поднять искры святости то великое святое, что в них есть. А выбрасывают только остатки, только псолит, только шелуху. шелуху, да, 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 это не все, раф продолжает. А иногда бывает великая, великий свет в душе, что праведники возвращаются к уже выброшенной шелухе и выжимают из них еще раз второй отжим, остатки святости великих. И так они занимаются этим выжимка после выжимки, выбор после выбора, как сказано, просеянное, чистое, просеянное через 13 сит. И когда уже выброшено только зло, в котором нет никакой примеси добра вообще. Потрясающе. По поводу того, что Ихамо сказал, что мы хотим выбрасывать, а праведники занимаются именно сбором. Я тоже, меня тоже потрясло совсем, причем как бы потихонечку, потихонечку так мысль развивается, развивается. Но это что называется? Это десерт. Мы сегодня учились, почитали, пообсуждали, а это на десерт, это на сладкое. Хорошо. Закончим на этом. Кто-то хочет как-то завершить наш урок сегодня? Я бы хотела сказать, что боль страданий она дает пустое место внутри. Страдание опустошает внутри, освобождая место для святости, освобождая место для света, для вхождения чего-то нового, чего-то утешительного, чего-то я не знаю даже как это словами честно говоря сказать. Правильно. Правильно. Дает свободное место. Согласен. Согласен. Но сразу же я вас хочу ограничить. Как мы сказали, мы говорим о каком-то свойстве Бога, всегда нужно сразу сказать противоположно. Это не обязательно. Мы хотим всегда продвигаться без боли. В нашем мире, видимо, это не всегда и не совсем возможно. Но мы несмотря на то, что в Талмуде и так далее встречаются некоторые попытки апологетики, вознесения, страданий, вот как это хорошо и классно, в общем, наше общее направление. Если на малой доле выпали страдания, давайте попробуем из них высосать все самое лучшее, что есть. Да, Наталья, спасибо. Мне принято просить о страданиях. Это не есть форш. Мы пытаемся по-хорошему, что ли, и получить все, и дать все, и так далее. То есть страдания... Не надо упиваться этим страданиям. Нужно запомнить сразу. Желательно их не хватить. Нужно заполнить сразу чем-то светлым это страдание. Нужно сразу возвысить. Ну, я согласен с тем, что вы сказали. Чтобы не убиваться, не углубляться в это. Вот что-то такое. Я сам муду приведу несколько историй, очень похожих. Я подробно не буду рассказывать. Когда приходят мудрецы, там кто-то болеет, или с кем-то с одним из мудрецов другие какие-то страдания происходят. И они там ведут какие-то умные беседы, а в конце спрашивают, ну как? Хвиви, малеха, сурим. Там ловишь кайф от своих страданий, типа, ты же для них получишь награду, и ответ всюду одинаковый. Не нужно мнение их и наград за них. Это такое. И они тогда, другие мудрецы, помогают ему там выздороветь и перестать страдать. Не нравится, не надо. Там очень хорошо это все работает. Это очень симпатичные такие истории. Но вот это вот, не надо мне ни их, ни награды за них. В общем-то, это очень по-человечески и очень понятна, мне кажется, такая позиция калмуды против меня не возражает. Да. Кто-то еще? Хорошо. Тогда давайте прощаться. Добрый вечер. Было очень с вами приятно, как всегда. Ну и до следующей встречи. Через неделю.